Катастрофа космического корабля Колумбия Космический корабль Колумбия был орбитальным аппаратом Space Shuttle, произведенным Rockwell International и управляемым NASA. Названный в честь первого американского корабля, совершившего кругосветное плавание над северной частью Тихоокеанского побережья. Колумбия была первым из пяти орбитальных аппаратов космического корабля Shuttle, совершившим полет в космос, дебютировав в первом полете ракеты-носителя Space Shuttle в апреле 1981 года. Колумбия сохранила уникальные особенности, свидетельствующие о ее экспериментальном дизайне по сравнению с более поздними орбитальными аппаратами. В дополнение к более тяжелому фюзеляжу и сохранению внутреннего воздушного шлюза на протяжении всего срока службы, это сделало Колумбия самым тяжелым из пяти космических орбитальных кораблей. Колумбия также производила катапультируемые кресла, основанные на сидениях Систа-71 в течение первых шести полетов до 1983 года. А с 1986 года имела внешнее сидение, научный приборный отсек на его вертикальном стабилизаторе. За 22 года работы Колумбия выполнила 28 миссий в рамках программы Space Shuttle, проведя в космосе более 300 дней и совершив более 4000 витков вокруг Земли. Космический корабль Колумбия использовался для 11 из 15 полетов Спаселаб, четыре из них – полета США микрогравитация пейлоут-миссии и единственный полет Space Happy Research Double Module. Колумбия также использовалась для извлечения установки для длительной экспозиции и развертывания обсерватории Чандра, а также доставила в космос первую женщину, командира американской космической миссии, первого астронавта ЕКА, первую женщину, астронавта индийского происхождения и первый израильский космонавт. Строительство Колумбии началось в 1975 году на основном сборочном предприятии Rockwell International в Палмдиле, Калифорния, в пригороде Лос-Анджелеса. После постройки орбитальный аппарат прибыл в космический центр Кеннеди 25 марта 1979 года для подготовки к своему первому запуску. Первоначально планировалось, что запуск Колумбия состоится в конце 1979 года, однако дата запуска была отложена из-за проблем как с двигателем РС-25, так и с системой тепловой защиты. 19 марта 1981 года, во время подготовки к наземным испытаниям, рабочие пострадали от продутым азотом, в заднем моторном отсеке Колумбии, в результате три человека погибли. Первым полетом Колумбии командовал Джон Янг, ветеран программ Близнецы и Аполлон, который был девятым человеком. Побывавшим на Луне в 1972 году и пилотировал Роберт Криппин, астронавт-новичок, первоначально выбранный для полета. Он был успешно запущен 12 апреля 1981 года в 20-ю годовщину первого полета человека в космос «Восток-1» и вернулся 14 апреля 1981 года, совершив 36 облетов вокруг Земли, приземлившись на взлетно-посадочной полосе на сухом дне озера в авиакомпании «Эдвардсейр». Затем он предпринял еще три исследовательских миссии для проверки его технических характеристик. Его первой боевой миссией с экипажем из четырех человек, который был запущен 11 ноября 1982 года. Астронавты Колумбии Томас Мэттингли и пилот Генри Хартфилд приветствуют президента Рональда Рейгана, стоящего рядом с его женой Нэнси, после приземления в 1982 году. В 1983 году Колумбия под командованием Джона Янга во время своего шестого космического полета выполнила вторую операционную миссию, в которой была доставлена научная лаборатория Спаселаб и экипаж из шести человек, в том числе первый неамериканский астронавт космического корабля Ульф Мербальт. После полета он провел 18 месяцев на заводе в Роквелл-Палм-Диле, начиная с января 1984 года, претерпевая модификации в результате которых. Было удалено оборудование для летных испытаний орбитального аппарата и обновлялось до тех же характеристик, что и у его других орбитальных аппаратов. Колумбия вернулась в космос 12 января 1986 года с запуском СТС-61Си. В состав экипажа миссии входили доктор Франклин Чанг Диас и Билл Нельсон, первый действующий член Палаты представителей, отправившийся в космос. 23 июля 1999 года стала первым космическим полетом США, в котором командовала женщина-подполковник Эйлин Коллинз. В рамках этой миссии была развернута рентгеновская обсерватория Чандра. Последней завершенной миссией Колумбии была СТС-109, четвертая миссия по обслуживанию космического телескопа Хаббл. Его следующая миссия, СТС-107, завершилась потерей орбитального аппарата, когда он распался при входе в атмосферу. В результате чего погибли все семь членов его экипажа и большая часть научных грузов на борту. Потери Колумбии и ее команды привела к переориентации программ НАСА по исследованиям человека и к созданию программы Constellation в 2005 году. И в конечном итоге к прекращению использования программы Space Shuttle в 2011 году. Следовательно, президент Джордж Буш решил списать флот орбитальных кораблей Shuttle в 2010 году в пользу программы созвездия и ее космического корабля Orion с экипажем. Позже программа Constellation была отменена законом о разрешении НАСА 2010 года, подписанным президентом Бараком Обамой 11 октября. Колумбия совершила 28 миссий, набрав 301 день, проведенных в космосе с 4808 орбитами и общим расстоянием 201 497 773 километра. Хотя Колумбия использовалась во время программ Shuttle Mir у Международной космической станции, но она не выполняла никаких миссий с посещением космической станции. Остальные три активных орбитальных аппарата в то время побывали и на станции МИР, и на МКС по крайней мере один раз. Редкая фотография распада Колумбии, полученная с помощью FLWIRE, сделанная камерой АХ-64D Apache во время тренировки с личным составом королевских ВВС Нидерландов в Форт-Худе, штат Техас. Колумбия была разрушена около 9 часов ровно 1 февраля 2003 года при повторном входе в атмосферу после 16-дневной научной миссии. Совет по расследованию авиационных происшествий Колумбии установил, что в передней кромке одного из крыльев Колумбии, сделанного из углеродного композита, была пробита дыра. Отверстие образовалось, когда кусок изоляционной пены от внешнего топливного бака откололся во время запуска 16 днями ранее и ударил по левому крылу шаттла. Во время сильной жары при входе в атмосферу горячие газы проникли внутрь крыла, вероятно, нарушив работу гидравлической системы и приведя к отказу руля. В результате потери управления подвергло минимально защищенные участки орбитального корабля полному нагреву и динамическому давлению, что в конечном итоге привело к поломке корабля. Почти 84 тысячи штук собранных обломков судна хранятся в Большом зале на 16-м этаже здания Vehicle Assembly в космическом центре Кеннеди. Коллекция была открыта для СМИ однажды и с тех пор открыта только для исследователей. Семь членов экипажа погибших на борту этой последней миссии были Рик Хасбенд, Уильям Маккул, Майкл Андерсон, Дэвид Браун, Калпана Чавла, Лорел Кларк и Илан Рамон. Поле обломков простиралось на сотни миль по Техасу, Луизианы и Арканзаса. Носовая крышка и останки всех семи членов экипажа были найдены в округе Сабин, Восточный Техас. Чтобы почтить память тех, кто погиб на борту шаттла и во время восстановительных работ, в Хемпхеле округ Сабин, штат Техас, был открыт музей НАСА Патрисии Хаффман-Смит, вспоминая Колумбию. В музее рассказывает историю космического корабля Колумбия и исследования во всех своих миссиях. Его экспонаты также демонстрируют усилия местных жителей в период восстановления обломков шаттла Колумбии и останков его команды. Территория отведена для каждого члена экипажа СТС-107, а также для пилота вертолета Техасской лесной службы, который погиб во время поиска и восстановления. В музее хранится множество предметов и артефактов от НАСА и его подрядчиков, семей членов экипажа СТС-107 и других людей. Семьи экипажа передали личные вещи членов экипажа для постоянной экспозиции. Колумбия Мемориал Космический Центр является национальным мемориалом США для шаттла Колумбия и семи членов экипажа. Он расположен в Дауне на месте происхождения и производства космического шаттла, бывшем североамериканском авиационном заводе в округе Лос-Анджелес, Калифорния. Последний экипаж шаттла был удостоен чести в 2003 году, когда Совет США по географическим названиям утвердил название Колумбия-Пойнт для горы высотой 13 980 футов 4260 метров в горах Сангре до Кристо в Колорадо, менее чем в полумиле от пика Челленджер-Пойнт. Назван в честь другого потерянного космического корабля Америки. Колумбия Хиллс на Марсе также были названы в честь экипажа, а также множество других мемориалов были посвящены в различных формах.